Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Уважаемые участники волонтерского движения, дорогие единомышленники, хочу вам выразить слова благодарности и восхищения. Уже две недели вы принимаете активное участие в проекте ЕАО «Территория действий». Эта акция, несомненно, войдет в историю региона. Столь масштабное участие волонтеров еще раз доказало, мы готовы объединяться перед лицом любой опасности. Сегодня таким испытанием стала коронавирусная инфекция. И вы в числе тех, кто стоит на переднем рубеже. Являясь одним из символов сплочения региона, вы в каждодневном режиме помогаете пожилым гражданам. Всего за две недели люди в возрасте от 65 лет и старше получили из ваших рук почти 25 тысяч бесплатных продуктовых наборов. Не оставлен без внимания ни один из населенных пунктов. Это настоящий подвиг. Подвиг каждого из вас. Вы не просто уберегаете граждан от страшной инфекции. Вы вселяете веру в завтрашний день, веру в преодоление всех тягот. Ваш бескорыстный труд несет обществу, сердечную теплоту, свет общечеловеческих ценностей, побуждая делать добро ближним. Уважаемые волонтеры, я понимаю ваше эмоциональное и физическое напряжение. Знаю, как зачастую трудно сделать новый шаг вперед, ведь работа продолжается круглыми сутками. Но именно сейчас в вашей помощи ждут многодетные семьи, ждут пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья. Многие из вас знают этих людей лично. Это наши соседи, близкие и дальние знакомые или даже родственники. Мы обязаны помнить, что за каждым благим поступком стоят спасенные человеческие судьбы. Я верю в вас, в ваш патриотизм и великое чувство гражданского и человеческого долга. Я прошу вас принять участие в проекте «Дальше». Со своей стороны обещаю вам и в дальнейшем всяческую поддержку от органов власти региона, власти на места. Еще раз огромное спасибо. Министерство просвещения совместно с Общественным телевидением России начинает образовательный проект. Дорогие старшеклассники, сегодня непростое время, но тем не менее нужно учиться. Главное сейчас подготовиться к сдаче экзаменов. Мы вместе с Общественным телевидением России организуем подготовку к сдаче экзаменов. Лучшие учителя, лучшие методисты будут читать вам уроки. Это позволит всем, кто не имеет доступа к хорошему интернету, получить качественное образование. С 27 апреля по будням с 9 до 12 часов будут проходить видеоуроки для учеников 9 и 11 классов по ключевым школьным предметам. Моя школа онлайн на Общественном телевидении России Субтитры предоставил DimaTorzok Простые подвиги простых людей О наших земляках, геройски защищавших Родину Проект Аллея Героев Пеллер Владимир Израилевич Старшина роты, гвардии старшина С 1938 года работал трактористом в колхозе Красный Октябрь Октябрьского района Еврейской автономной области. Через полгода был избран председателем колхоза. С группой бойцов 28 апреля 1944 года у деревни Гора Псковской области Пробрался к вражескому дзоту, забросал его противотанковыми гранатами, Ликвидировав пулемет вместе с расчетом. 5 июня 1944 года награжден Орденом Славы Третьей степени. 25 июля 1944 года в бою за высоту у населенного пункта Жагишки, Прибалтика, под огнем противника доставил пулеметчикам и стрелкам боеприпасы. В критический момент Пеллер поднял бойцов в атаку и первым ворвался на высоту. Был контужен, но остался в боевом строю. 3 октября 1944 года награжден Орденом Славы Второй степени. С 17 по 19 сентября 1944 года в бою юго-западнее латвийского города Добеля своевременно обеспечивал бойцов роты боеприпасами и продуктами питания. Был ранен, но продолжал выполнять задания, чем содействовал успешному отражению четырех вражеских атак. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года награжден Орденом Славы Первой степени. Став полноправным кавалером Ордена Славы. В 1946 году гвардии младший сержант Пеллер демобилизован. Жил в селе Валтгейм Геребиджанского района. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, председателю колхоза Заветы Ильича Пеллеру Владимиру Израилевичу, присвоено звание Героя Социалистического Труда. Раскопенский Александр Иванович, разведчик, помощник командира взвода, работал стойлером в поселке Кульдур Облучинского района. 2 января 1944 года в районе села Кахановка броском достиг вражеского окопа и гранатами уничтожил пулемет противника. В момент захвата языка огнем из автомата и в рукопашной схватке уничтожил 5 гитлеровцев. 15 января 1944 года награжден Орденом Славы Третьей Степени. В ночь на 4 августа 1944 года у населенного пункта Домний преодолел проволочные заграждения и первым ворвался во вражеские траншеи. Огнем из автомата и гранатами ликвидировал пулемет противника с расчетом несколько гитлеровцев и одного захватил в плен. 17 сентября 1944 года награжден Орденом Славы Второй Степени. При проведении разведки населенного пункта Сакал, Чехословахия, с группой разведчиков 31 декабря 1944 года с боем проник в тыл противника. Разведчики на подручных средствах форсировали реку Ипель. Сходу заняли населенный пункт Рарош-Мурат. 28 апреля 1945 года награжден Орденом Славы Первой Степени, став полным кавалером Ордена Славы. После демобилизации в 1946 году Раскопенский вернулся в поселок Кульду, где продолжил работать в военном санатории. Простые подвиги простых людей. О наших земляках, геройски защищавших Родину. Проект «Аллея героев». Раскопенский. Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Здравствуйте. О событиях дня в ЕАО и Биробиджане в программе «Новости 21». В начале выпуска коротко о главном по информации портала Рия Биробиджан. Почти 100 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности составили спасатели ЕАО. Инспекторы пожарного надзора Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области продолжают профилактические рейды по садовым некоммерческим товариществам и частному сектору с целью предупреждения возгораний. Пожарные инспекторы напоминают, чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности. Норму о порядке введения сухого закона со второй попытки приняли депутаты законодательного собрания ЕАО. Правительству области разрешили в исключительных случаях и в особом порядке вводить ограничения на продажу алкоголя на территориях или в муниципальных образованиях, закрытых на карантин. Напомним, этот вопрос рассматривался на очередном заседании собрания 23 апреля. Но тогда законопроект, внесенный прокурором области, не набрал необходимого числа голосов. Позже законопроект все же был принят в вопросном порядке, при этом его поддержали большинство парламентариев. Почти сотня биробиджанцев получила предупреждение за нарушение самоизоляции на минувшей неделе. Как установил суд, все лица, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении, без причины и острой необходимости покинули место жительства. Тем самым нарушили постановление в Рио губернатора об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории еврейской автономной области. Налоговая нагрузка на предпринимателей снижена в ЕАО. На собрании, которое состоялось в режиме видеоконференц-связи, сразу в трех чтениях были приняты внесенные главой региона Ростиславом Гольштейном несколько законопроектов о льготных ставках налогообложения. Изменения направлены на поддержку предприятий и индивидуальных предпринимателей, занятых в тех отраслях экономики, которые больше всего пострадали от ограничительных мер в период эпидемии коронавируса. Подробные материалы читайте на портале reabir.ru, а полную картину дня смотрите в сюжетах наших корреспондентов через несколько секунд. Смотрите выпуски. Второй этап идет полным ходом. К волонтерскому корпусу проекта ЕАО «Территория действий» присоединились депутаты законодательного собрания, сотрудники регионального правительства и представители ОНФ. Моя школа онлайн. Курс видеоуроков запускает телеканал общественного телевидения России. Работа в плановом режиме, но с ограничениями. Главврач онкологического диспансера ЕАО Елена Басова рассказала о режиме работы поликлиники в условиях карантина. Продукты в зону виска. О реализации адресной помощи в рамках проекта ЕАО «Территория действий» рассказала заместитель председателя городской думы Вера Калманова. Доброго здоровья. Спасибо вам большое. Ряды волонтеров пополнили депутаты законодательного собрания региона в рамках акции «60 плюс», инициированные временно исполняющим обязанности главы региона Ростиславом Гольштейном. Во время первого этапа проекта ЕАО «Территория действий» областные парламентарии раздавали наборы в районах автономии. Теперь их задача – вручить бесплатные продукты жителям областного центра. Я с хорошим настроением. Почему? Потому что очень приветливые, доброжелательные люди, благодарные люди. Мы им желаем здоровья, мы их просим о том, чтобы они нарушали режим самоизоляции. Они относятся к этому с пониманием, и в ответ мы тоже слышим хорошие, добрые слова. Народные избранники признались – волонтерский труд нелегок. Еще бы. В руках пакеты с продуктами, посетить нужно несколько адресов, да еще и подниматься по этажам. Но несмотря на трудности, желающих помочь становится больше. Конечно, волонтерский корпус сегодня растет, ширится, и это здорово, это правильно. Это значит, что люди неравнодушны ко всем тем социально значимым явлениям, которые сегодня происходят в России, в мире в целом, ну и в частности на территории нашей области. Вот такие волонтерские проекты в первую очередь показывают о том, что все-таки люди не закрываются, что люди готовы сплотиться перед любой опасностью, перед любой угрозой. Большинство людей встретили волонтеров, которыми также стали представители правительства региона и ОНФ вполне приветливо. Некоторые не поскупились в ответ высказать слова благодарности. Иногда добровольцам приходится выступить и в роли консультантов. Вопросы задают, интересуются, рассказываем сразу. А кто вы? А почему пришли именно ко мне? А от кого это продукты? Ну вот такие, ну житейские вопросы, на которые, конечно, находится всегда ответ. Волонтером может стать каждый. Главное не состоять по возрасту в группе риска. То, что помощь – дело добровольное, подтвердили и сами участники акции. Говорят, что волонтеры иногда заставляют работать. Вот я хочу признаться, что я со своим супругом давно зарегистрировалась на сайте добро.ру, и мы получили приглашение по электронной почте и решили поучаствовать в данном проекте. Ну и, честно говоря, переживала. Переживала относительно того, какая будет реакция у людей. Ну, пришли незнакомые люди с пакетами и настолько большое количество положительных эмоций получила. Напомним, первый этап проекта ЕО «Территория действий» был направлен на поддержку жителей области возрастом от 65 лет. В течение нескольких недель люди этой категории получили пакеты с продуктами первой необходимости. Но это еще не все. Раздача наборов продолжается. Алена Шот, Кирилл Богаченко, Новости 21. Мультимедийный образовательный проект «Моя школа онлайн» стартует в эфире общественного телевидения России. С 27 апреля выпускники 9-11 классов смогут готовиться к экзаменам с помощью видеоуроков, которые будут выходить с 10 утра до 13.00. Упор в проекте «Моя школа онлайн» сделают на два обязательных к сдаче на ЕГЭ и ОГЭ предмета – русский язык и математику. Сначала это будут занятия для выпускных классов, а позже и для всех остальных. Лучшие педагоги России будут передавать вам знания. А телеканал ОТР доступен в каждом доме на кнопке номер 9. Темы 30-минутных уроков подобраны в соответствии со школьной программой. А расписание занятий и все видеоуроки проекта дублируются на портале «Российская электронная школа» и на сайте канала ОТР. В этом году к сдаче выпускных экзаменов готовятся около 2 миллионов школьников. А с учетом того, что зрителями станут и другие возрастные группы, общая аудитория может превысить 5 миллионов человек. Андрей Кирюшин, Павел Славин, Новости 21. Ограничительные мероприятия введены в онкологическом диспансерии ИАО в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Сейчас медучреждение работает в плановом режиме, но с некоторыми ограничениями, которые прежде всего коснулись поликлинического и диагностического отделений. Мы ограничили прием пациентов, которые не имеют жалоб на онкологическое заболевание. Мы ограничили прием наших диспансерных пациентов, которые не имеют жалоб, а просто в назначенные сроки проводится им контрольное обследование с целью констатации факта отсутствия заболевания. Хирургические и химиотерапевтические стационары работают по обычному графику, однако посетить специалиста нужно без признаков ОРВИ. Прием к медику прекращен и для тех, кто находится в карантинной зоне. Пациенты с признаками онкологии, обострения заболевания или имеющие направление от другого врача могут без проблем обратиться за медицинской помощью. Диагностические обследования в учреждении проводятся по предварительной записи. Алена Шот, Андрей Терехин, Новости 21. Второй этап проекта ИАО «Территория действий» стартовал на прошлой неделе в области. В рамках акции ежедневно сотни волонтеров помогают жителям автономии, доставляя им продуктовые наборы и товары первой необходимости. Об условиях проекта рассказала в эфире Авторадио Биробиджан заместитель председателя городской думы Вера Калманова. Проект ИАО «Территория действий» является масштабным по оказанию адресной помощи жителям еврейской автономной области, которые попадают в зону риска и которые наиболее подвержены заболеванию коронавирусом. И впервые как раз таки реализуются у нас в еврейской автономной области. На сегодняшний день помощь получили почти 25 тысяч человек. В рамках второго этапа, помимо граждан 65 лет и старше, поддержку получит категория граждан с возрастом от 60 до 65 лет, инвалиды до 60 лет и многодетные семьи. Кроме того, на горячую линию поступают звонки от тех, кто по определенным причинам не получил продуктовые наборы. Столкнулись с тем, что не все по прописке проживают. Кроме того, в сложившихся обстоятельствах многие пожилые люди проживают у своих детей и внуков. Поэтому мы отрабатываем данные заявки. Конечно, не всегда получается своевременно тут же отреагировать и выехать, поскольку волонтеры у нас работают на каждом округе по спискам. А во вторую волну мы эти списки формируем, они пройдут уже по этим адресам во вторую волну. Также в рамках проекта ЕАО «Территория действий» осуществляют и выдачу ноутбуков и модемов школьникам из малоимущих семей. Полную запись эфира на Авторадио Бербиджан с заместителем председателя городской думы Верой Калмановой смотрите на сайте reabir.ru. Игорь Сукачев, Богдан Патрин, Новости 21. Ряд законов о поддержке семей с детьми и граждан из особых категорий принят на очередном заседании законодательного собрания. Сегодня нами был принят закон о единовременной выплате для семей, имеющих 9 и более детей, по 1 миллиону. Таких семей у нас в области 4 семьи, и вот такой закон был принят. Но при обсуждении депутаты высказывали мнение о том, что, наверное, стоило бы еще и посмотреть, то есть также многодетные семьи, которые имеют 4 и 5 и так далее детей. По словам спикера областного парламента, вопрос об аналогичных единовременных выплатах другим многодетным семьям будет рассмотрен, но не ранее 2021 года. Также депутаты внесли изменения в закон о региональном материнском капитале на второго ребенка. Номинал сертификата увеличен на 45 тысяч рублей и составит без малого 185 тысяч рублей на малыша, рожденного не ранее 1 января 2020 года. Напомним, что семьи, в которых второй ребенок родился в 2019 году, имеют право на маткапитал в размере почти 140 тысяч рублей. Согласно еще одному нормативному акту к 75-летию Великой Победы, единовременную социальную выплату в размере 10 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. В такой категории граждан у нас 300 человек проживает на территории области. Им, согласно теперь нашему закону, 9 мая будет выплачена сумма в размере 10 тысяч рублей. Она носит беззаявительный характер, потому что все эти люди, они известны, находятся в областном реестре. Дополнения внесены и в закон о мерах поддержки детей-сирот и опекаемых детей. Благодаря поправкам эти дети будут получать выплаты на питание, одежду, обувь и мягкий инвентарь. Не до окончания школы, как сейчас, а до поступления в учебное заведение профессионального образования. То есть не до 1 июля, а до 1 сентября года, в котором ребенок оканчивает школу. Дополнительные меры господдержки особенно важны в ситуации, когда многие семьи пострадали вследствие пандемии коронавируса. Депутат от городского избирательного округа номер 2 Елизавета Славина предложила коллегам организовать сбор личных средств и передать их организаторам проекта ЕАО «Территория действий», в рамках которого раздаются бесплатные продуктовые наборы разным категориям граждан. Я сейчас хочу к вам всем обратиться с инициативой сбора личных средств для оказания посильной помощи людям, пострадавшим от коронавирусной инфекции. Я хочу сказать, что в это тяжелое время, конечно, и глава региона, и волонтеры, и простые люди нашей области, они все посильный вклад свой вносят в то, чтобы поддержать жителей. И я предлагаю нам также внести свой вклад и направить эти деньги, например, волонтерским штабам. Сбором средств участие парламентариев в акции не ограничится. Уже известно, что многие представители депутатского корпуса выступили в качестве волонтеров и по мере возможностей разносят продукты гражданам, находящимся на самоизоляции. Константин Земляникин, Игорь Сукачев, Павел Славин, Андрей Терехин. Новости 21. 28 апреля в Родительский день сотрудники регионального Роспотребнадзора убедительно просят граждан отказаться от посещения кладбища, чтобы не допустить вспышки коронавирусной инфекции. Особенно важно соблюдать эту рекомендацию гражданам категории 60+. Как правило, они имеют ряд сопутствующих заболеваний. Это и заболевания сердечно-сосудистой системы, и заболевания верхних дыхательных путей, и заболевания обменных процессов. В связи с этим заболевания у них протекают более в тяжелых формах. Специалисты напоминают, большое скопление людей в условиях, введенного в области режима повышенной готовности крайне опасно. У многих людей коронавирус протекает бессимптомно, однако они являются переносчиками заболевания и рискуют жизнями своих близких с более слабым иммунитетом. Следует серьезнее соблюдать самоизоляцию, ведь только в случае, когда в области перестанут выявлять новых заболевших, жизнь ее жителей снова вернется в привычное русло. Ольга Тимченко, Андрей Терехин, Новости 21. Вот у кого коронавирус, а у нас дорога вирус, это как только с Биджана выезжать, вот он Биджан, а это как в сторону Степновой ехать, вот, дорогу выдавило, последствия прошлогоднего наводнения. Чисто – это просто. Когда за тобой убирает дворник, тоже просто. Еще проще раскидать свой мусор у себя дома и вообще не шевелиться, да не загружать других своими отходами. Видео сделано по адресу Шалам Алейхима, 121, 2-й корпус. Еще бы с балкона в руки дворников свой мусор сбрасывали. Фу, такими быть, отмечает соавтор программы. Детская площадка на то и детская, что не должна быть местом сомнительных сборищ для больших мальчиков. Соавтор программы сделала это видео на улице Пушкина, 13. Люди без масок, играют на детской площадке, значит, все изолированные. Здесь можно делать все, что угодно. Сидят на детской качели. Победителям сегодняшнего выпуска признали автора видео Беспалева. Счет его мобильного телефона пополнится на 100 рублей. Напоминаем, вы можете стать соавтором программы «Глаз народа Яо», просто прислав фото или видео на номер, указанный на экране, или разместив их в Инстаграм с хэштегом «Глаз народа Яо». Хотите, чтобы наша программа оплачивала вашу мобильную связь? Присылайте фото и видео с места событий. Фиксируйте проблемные или курьезные ситуации на камеру гаджета. Прикрепляйте комментарии, чеки из магазинов. Станьте с автором программы «Глаз народа Яо». Авторы лучшего материала выпуска получают 100 рублей на счет мобильного телефона. Участвуйте в создании программы. Смотрите нас каждый понедельник, среду и пятницу. «Глаз народа Яо». Смотрите программу «Новости 21» в прямом эфире в 19.00 на сайте reabir.ru и ежедневно в 19.00 и 21.00 на телеканале НТК-21. Реабир Абиджан напоминает, что для профилактики коронавирусной инфекции необходимо избегать посещения общественных мест без особой необходимости, носить средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки, а также как можно чаще мыть руки с мылом. С вами был Игорь Сукачев. Всем хорошего настроения и берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Вот так Невский квартал выглядит снаружи. Интересно, что же там внутри? Тогда заходим. Непривычно, но весьма приятно для жильцов, что на этаже расположена всего одна, максимум две квартиры. Приобретали мы в середине сентября, сделку заключали. Выбирал даже не я с супругой, я ездил, осмотрел о самом новом работе. Ну, как бы цена привлекла, в первую очередь. И нужно было быстро, в принципе, приобрести что-нибудь, чтобы в течение месяца буквально заехать. Поэтому сделали быстренько ремонт и заехали. Заехали мы в октябре, где-то порядка 10-20 числа. Удобное расположение, рядом магазины, институт, скоро дети подрастут, школа также снимаешь, в зиму школу ходим, детский сад. Ну, как бы инфраструктура близко все, и как бы тихо, спокойно, дорожная территория. Хотите, чтобы этот жилой комплекс на улице Широкой стал и вашим домом? Тогда поспешите в офис продаж. Осталось всего несколько очень просторных и удобных трехкомнатных квартир по привлекательным ценам. Новый, современный жилой комплекс «Невский квартал» на улице Широкой. Высокое качество строительства, огороженная охраняемая территория. От студии до таунхауса. Квартиры от 490 тысяч рублей. Дома сданы. Сайт невкв.ру Большое разнообразие вкуснейших, ароматных, натуральных витаминов со всего мира. Магазин «Зеленая лавка» продолжает удивлять покупателей внушительным ассортиментом овощей, фруктов и ягод. Сегодня биробиджанцам доступны сочные свежие ягоды. Голубика, малина, физалис и клубника в наличии дыни и арбузы. Широкий выбор пряных трав и зелени. Отличный набор для поддержки здоровья в этот непростой период. Разумеется, новый режим внес свои коррективы в свободное посещение гражданами торговых точек. Магазин «Зеленая лавка» предлагает покупателям позвонить по номеру телефона, выбрать товар и заказать доставку на дом. В нашем магазине действует доставка по городу от тысячи рублей бесплатно. Так что звоните в любое время и мы для своих покупателей привезем, доставим. Орехи, сухофрукты, восточные сладости, экзотические фрукты, тепличные огурцы, помидоры самых разных сортов, пряности и даже соленья. Магазин «Зеленая лавка» продолжает пополнять свой ассортимент для того, чтобы жители города и области смогли насладиться натуральной продукцией и попробовать новые лакомства, прибывшие в Биробиджан из разных уголков земного шара. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, Новости 21. Внимание! Дезинфекция воздуха и поверхностей в помещениях инновационным французским аппаратом. Облако сухого тумана уничтожает 99,9% вирусов, бактерий и грибков. Безопасно для человека и интерьера. Сохрани здоровье. Звони 8-964-826-11-11. Суп, бутерброды. Эх, экзотики бы какой-нибудь. Точно! Доставка еды от китайского ресторана «Блэк Лофт». Кальмары в сухарях, ребра в кисло-сладком соусе и, конечно же, салат «Харбин». Звони в «Блэк Лофт» и мы доставим. 8-924-317-88-88. В «Корзинке» акция. Супер цена на рагу свиное. Набор для борща. Всего 75 рублей за килограмм. Следите за ценами на сайте корзинка.близко.ру. Сеть магазинов «Корзинка». Купить легко, шагать недалеко. В «Шинный центр» опускает цены. А чё бы и нет. Камабри за 1960 рублей. О, нормальненько. «Корзинка» троотранет. 2700 за колесо. Огонь! Путь в «Центре». Езжай в «Шинный центр». Советская 123. Ну, заезжай, если чё. Чем порадовать себя и близких? Подскажет «Зелёная лавка». Свежая зелень и овощи. Экзотические фрукты, ароматные специи и орехи из разных стран. А ещё соки и сладости к вашему столу. «Зелёная лавка». Димитра 18. Электрика и сантехника в магазине «Электромир» на Держинского 13. Канализация, электросчётчики, короба, смесители, вентиляция. В общем, всё, что нужно. «Электромир». Держинского 13. Почему вы выбираете «Флагман Амур»? Очень удобно. Посылки приходят точно в срок. С этой компанией я уверен в сохранности груза. Я сижу с ребёнком, и поэтому это удобно, что могут прийти и забрать посылку прямо из дома и доставить по нужному адресу. «Флагман Амур». Быстро. Надёжно. По всей России. В «Корзинке» акция. Цена на молоко «Амурское раздолье» 3,5%, всего 76 рублей за литр. Следите за ценами на сайте корзинка.близко.ру. Сеть магазинов «Корзинка». Купить легко, шагать недалеко. Заказывай сет «Классик» в службе доставки роллов «Дракон». 20 роллов всего за 600 рублей. Имбирь, васаби, соевый соус, палочки. А главное, доставка бесплатна. Звони 9379. Хочу я новый телефон. А мне бы машину на ремонт. А я бы съездила в Анапу. Вам поможет «Нордфинанс». Офисы во многих городах и посёлках Дальнего Востока. Бесплатная горячая линия 8 800 222 90 55. Займы «Нордфинанс». Вас разделяют расстояния. И вот уж не хватает слов. Отправьте тихое признание на чутких лепестках цветов. Цветочный салон «Вероника». Доставка букетов по России и за рубеж. Телефон 751 05. Предприятию на работу требуется мастер строительных и монтажных работ. Приоритет мастеру с опытом работы по укладке асфальтобетона. Оплата труда высокая. Полный социальный пакет. Официальное трудоустройство. Справки по телефону 8 964 479 28 42. В корзинке акция. Цена на орешки со сгущёнкой собственного производства 283 рубля за килограмм. На конфеты шоколадной в ассортименте от производителя «Сладонеж» 179 рублей за килограмм. Следите за ценами на сайте корзинка.близко.ру. Сеть магазинов «Корзинка». Купить легко, шагать недалеко. Купить легко, шагать недалеко.